Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в программе «Подоплёка» тема удалённого обучения. И журналистка, моя коллега Снежана Бартуль, которая сегодня у нас в студии. Добрый день, Снежана. Добрый день, Люся. В фейсбуке выступила с предложением, чтобы принцип «деньги следуют за учеником» был перенаправлен не в школу, а родителям, коль скоро они выполняют функции учителей, школы, воспитателей и так далее. Всё то, что раньше мы припоручали школе. И рассчитывали на то, что она будет давать нашим детям образование, воспитание, социализацию и всё остальное. На этот призыв серьёзно откликнулась наша замечательная Елизавета Кривцова. Здравствуйте. Правозащитник и юрист, которая вполне серьёзно отнеслась к этой инициативе, потому что считает, что на самом деле права родителей и права детей, в особенности на обучение, нарушены. И поэтому на это следует посмотреть очень серьёзно. Добрый день, Елизавета. Добрый день. И мы приглашаем наших радиослушателей звонить в студию и задавать свои вопросы, может быть, высказывать свои предложения нашим гостям, в особенности Елизавете, потому что она, как я понимаю, следит за ситуацией, как человек, который давно и плотно занимается вопросами образования в Латвии, вопросами прав человека и защиты прав человека, и не намерена, в общем-то, с этой темы слезать, что называется. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей дискуссии сегодня и выскажите свои предложения, замечания. Может быть, поделитесь опытом, как вы справлялись с этой ситуацией, поскольку, ну, на самом деле родители в очень тяжелом положении оказались в связи с тем, что им надо сочетать работу с обучением детей, с наблюдением за детьми и так далее. На эту тему появились разнообразные карикатуры, где там в очередь к компьютеру стоят папа, мама и вся семья, и каждому что-то нужно, а на самом деле ресурсов не хватает. Вот, Лиза, как, в принципе, сейчас можно с точки зрения законности посмотреть на эту ситуацию и насколько вот сегодняшняя волна вот этого коронавируса и того, как это реализуется в учебном процессе соответствует каким-то нормам, стандартам, на что люди вообще могут рассчитывать, чего они могут просить или требовать? Да, ну, начнем с самых основ. В соответствии с Конституцией Латвии основное образование у нас обязательно и бесплатно. Это подразумевает две вещи. Первое, что государство финансирует все, что связано с процессом образования, на родителей остаются те расходы, которые связаны с ежедневной жизнью ребенка, которые были бы потрачены, независимо от того, есть школа или ее нет. Ну, то есть одевать ребенка надо, кормить ребенка надо, и это не зависит от того, учится он или нет. Да, 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 именно так. И вторая вещь, что государство должно обеспечить образование. Не как бы что-нибудь, а именно процесс, которым ребенок сможет освоить знания, навыки, вот там такие компетенции. Да, и это государство, то есть оно обеспечивает доступность, качество этого учебного процесса и, ну, грубо говоря, пользу от него. И, соответственно, требования родителей могут основываться на одной из этих основ. Первое, что все, что связано с, если образование происходит дома, то государство должно обеспечить всю необходимую для этого инфраструктуру. Это означает, если компьютер, то компьютер должен быть предоставлен государством, если для этого нужен интернет, то интернет тоже. Это не означает, что родитель не может купить что-то свое или может отказаться, сказать, у меня это есть, но бесплатность образования подразумевает, что вся эта техническая база будет обеспечена. Потому что она нужна именно для обучения, и для обучения тоже есть определенные требования ко всем этим устройствам. Вторая вещь – это образование. На сегодняшний день удаленное образование тяжело назвать образованием, потому что оно не позволяет достичь тех целей, которые стоят перед образованием и которые обеспечены в традиционном очном процессе. А что, уже есть какие-то данные, что на самом деле качество образования упало и так далее? Или, как всегда, это забыливается вопрос? Это повсеместно признано, что, по сути, удаленное обучение является таким неподготовленным экспериментом по экстренному дигитализации образования. И не надо от этого ожидать чего-то большего. От удаленного обучения, в общем случае, в массовом образовании, можно ожидать уровня кружка по отдельным предметам школьной программы. В массовом образовании. Конечно, есть отдельные успешные случаи, есть какие-то прорывные группы и так далее, которые удаленное образование уже предлагают как альтернативу очному образованию. Но это мы говорим про отдельные случаи, которые надо еще, как сказать, опробовать, проверить, к чему они приведут. И на страх и риск родителя такой свободный выбор должен быть. Но в массовой школе удаленное образование не эквивалентно образованию, поэтому, в общем-то, тут существует два права вытекают. Первое – отказаться от этого процесса, если он требует от родителей чрезмерной траты ресурсов. То есть компьютер не предоставили, можно отказаться? Не только компьютер, ведь это требует переорганизации всей жизни. То есть в доме должна быть, лучше всего, отдельная комната с отдельным компьютером, где ребенок должен учиться. В доме должна быть соответствующая атмосфера, которая подходит для учебы. То есть если у нас в семье какие-то конфликты, если у нас не хватает места для всех, если мама, папа на удаленке и, в общем-то… Тоже делают свою работу. Если мы в нашем доме не можем это обеспечить, то, по сути, это дает право либо отказаться, либо, точнее, потребовать от государства, ну, компенсировать. В общем-то, должны быть предоставлены возможности для тех, кому неудобно учиться дома, им должна быть для той же удаленки предоставлена возможность вот где-то, не знаю, снять помещение в библиотеке, еще где-то там классы переоборудовать. То, что вот идея Снежаны, компенсация, ну, материальная компенсация, то тоже возможно. То есть мы говорим, что вот государство обеспечивает вот это вот помещение, в котором обычно оно обеспечивает школу как помещение, парты, там, двери и окна, и педагогическое наполнение. Сейчас, если что-то из этого, ну, не получается дать в натуре, ну, в общем-то, можно говорить о том, что, ну, родитель может потребовать это, компенсация этого, как, по примеру, детского садика. Если государство не может обеспечить место в детском саду, то оно может заплатить за то, чтобы, за ваш частный детский сад, да. Поэтому, ну, вот какого-то такого типа компенсации тоже вполне, вполне они мыслимы. Ну, в связи с этой историей вообще возник вопрос о дистанционном образовании как таковом, и, ну, некоторые люди, которые, например, критикуют систему латвейского образования, падение ее качества и так далее, и смотрят на какие-то другие системы, и, в частности, на российские системы удаленного обучения, они, так сказать, с радостью подумали о том, что они могли бы сейчас, ну, отключиться, условно, там, от латвийской системы какой-то и подключиться к российской. И вот сейчас мы связались по телефону с руководителем одной такой дистанционной школы, это Вадим Гиллес, он работает в Резыкне и сотрудничает с Санкт-Петербургским университетом. Вадим, добрый день, говорите, слышите ли вы нас? Алло. Да, слышу прекрасно, добрый день, не готов к побеседовать. Вы видите, может быть, какой-то всплеск интереса к вашей школе в связи с тем, что, ну, и латвийское такое стандартное образование перешло на удаленный формат? Надо немножко уточнить саму ситуацию, да, всплеск действительно есть, мы работаем третий год, в этом году у нас заявок на участие в обучении гораздо больше, где-то по Латвии в общем и целом порядка 600 человек, наверное, выразили намерение поучаствовать в этом процессе. Я не уверен, что все они пройдут этот учебный год, кому-то это покажется, может быть, неинтересным, кто-то откажется, но число наших учащихся год от года растет. Хотя надо сказать, что мы все-таки немножко не совсем онлайн-образование как таковое, да, мы скорее некое дополнительное образование. Мы ставим перед собой не только образовательные цели, но и где-то, может быть, такие социальные, да, потому что одна из целей наших – это сделать так, чтобы наши русские дети оставались русскими. Прямо скажем, да. Поэтому один из основных он предметов у нас – это история Отечества, история России в первую очередь. Русский ребенок сегодня лишен фактически в латвийской школе возможности изучить историю своей исторической Родины. Поэтому мы эту возможность, естественно, предоставляем. Значит, мы ориентированы на учеников старших классов. Почему? Потому что для того, чтобы у нас обучаться, человек, сам ученик должен сознательно к этому прийти, понять, что это ему нужно. Угу. Потому что иначе очень сложно построить образовательный процесс. Поэтому у нас читают лекции преподавателей Санкт-Петербургского университета. Это тоже более-менее такая уже система, скажем так, взятая немножко из высшего образования. Когда человек, ученик, сидит и понимает, зачем он здесь сидит. Сама по себе проблема онлайн-образования, конечно, гораздо шире. Потому что я, например, с большим трудом могу себе представить онлайн-образование для учеников первых-пятых классов, например. Потому что это должны быть какие-то совершенно особые методики. И это во-первых. А во-вторых, ну тут неизбежно то, что сами родители должны находиться рядом. Я не думаю, что все родители могут себе это позволить. Ну и потом, они же не являются педагогами, они не владеют методиками и так далее. То есть, ну человек учится педагогической профессии много лет, а потом еще много лет совершенствует какие-то свои навыки преподавания. И там учится всю жизнь фактически, ну хороший учитель. Вот. Поэтому рассчитывать, что обычный человек там, будучи даже человеком с высшим образованием, может быть хорошим учителем даже для своего ребенка, это так довольно-таки легкомысленно. Это совершенно нереально. Я говорю о том, что если, скажем, это онлайн-школа для учеников младших классов, например, да, то неизбежно то, что родитель должен находиться рядом. Потому что сам по себе этот ребенок, он во втором классе, он не усидит у компьютера там 4 часа в день, занимаясь, там слушает педагога. На мой взгляд, это нереально. Значит, для старших учеников, ну вот мы, например, в этом году с ноября начинаем, запускаем в тестовом варианте. Значит, занятия для учеников 6-9 классов, да, там у нас несколько расширенный набор предметов, это и математика, и география, и естественные науки прочие, да. Мы посмотрим, как это получится, да, потому что даже ученик там 6-го класса, естественно, он по своему психологическому настрою отличается от ученика там 10-12 классов, это понятно, да. Но посмотрим, что получится. Я надеюсь, что получится, потому что, опять-таки, у нас собираются дети, которые сами понимают, чего они хотят, да, и чьи родители тоже понимают, зачем они это делают, да. Поэтому у нас вот все-таки такая ситуация несколько носит такой, не совсем может быть чисто образовательный характер, да. Но будем пробовать, будем пробовать, будем стараться, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, каковы проблемы сегодня для русских детей в Латвии в сфере образования, да. Мы по мере своих сил пытаемся как-то с этими проблемами бороться. Ну, я думаю, что и для латышских детей проблемы те же самые, но, в частности, вот я слежу за блогом Армена Халатяна, который учит детей математики и разбирает, ну, как бы, систему обучения математики, ну, там, условно, ту, к которой мы привыкли, как люди более старшего поколения, и ту, которая существует сейчас. И, к сожалению, надо признать, что сама система обучения математики сегодня в латвийской школе, она страдает очень многими недостатками, которые фактически лишают детей к мотивации изучать этот предмет, который, в принципе, закладывает логическое мышление в ребенке, который вообще формирует его, так сказать, абстрактную мыслительную деятельность. А вот можно я скажу правду, то, что я думаю на самом деле, да? Вот я как педагог к образованию думаю, что сегодня всех латвийских детей, вне зависимости от их национальной принадлежности, наша система образования просто погубит. Потому что вот эта вот совершенно идиотическая система образования компетенций, так называемая, да, это гибель для образования наших детей в будущем. Это моя точка зрения. То есть лишение какой-то фундаментальной основы знаний. Абсолютно. Вот вся эта ерунда с компетенциями, это из наших детей, ну, слава богу, мой ребенок уже закончил университет, и мне это не грозит, да? Но для моих внуков, например, я считаю, это существенная угроза. Где-то там, в верхах нашей образовательной администрации засели чист враги. Они ничего хорошего своему народу не желают абсолютно. Понятно. Я бы на месте руководства страны гнал их оттуда метлой поганой, потому что система компетенций, она себя не оправдала нигде абсолютно. Человек выходит дубом из этой системы. Это просто обезьяна, которая должна потреблять. И более ничего. Ну, такая-то и есть цель образования современного. Выносить потребитель. Я не могу согласиться с вами, но да. Хорошо, Вадим, спасибо большое за ваш комментарий. Да, мы желаем успеха вашей в школе, надеюсь, что ваш эксперимент с шестыми-девятыми классами пройдет успешно, и больше детей смогут получить доступ к качественному образованию, к современным знаниям и к методикам, которые сделают из этих людей исследователей, может быть, в будущем ученых, хороших инженеров, хороших специалистов. И спасибо вам за ваш труд, Вадим. Всего доброго. И вам спасибо. Было приятно получить возможность высказаться на радио. Хорошо, спасибо. Всего вамного успеха. Так, Лиза, не согласны вы с мыслью о том, что засели враги в нашем министерстве образования? Нет, я считаю, этот компетентностный подход вполне допустимый, конкурентоспособный идея организации образования. Да, но я выступаю за то, чтобы, прежде всего, за свободу в образовании, чтобы были представлены разные подходы. Хотите компетентностный, берете компетентностный, хотите там старорежимный, на нем сидите. Берете старорежимный, да. И более того, когда мы смотрим на реальность, самая-то большая проблема не в самой концепции компетентностного образования, а в той реальности, с которой мы сталкиваемся. Когда педагоги не готовы, материалов, учебных материалов, учебников и всего такого, их нету недостаточно, а тут еще и дистанционка сверху накладывается. Вот в этом беда. Беда в том, как это реализуется, и чтобы такой концепт реализовать, по сути, надо было идти по принципу добровольности. Вот какие-то пилотные школы, они хотят, они делают, и они доказывают нам, родителям, что это работает, это лучше, да. А не то, что компанищина какая-то. Снежана, ну вот Лиза обрисовала возможности родителя, так сказать, защищать конституционные права свои и своих детей. Что из перечисленного вам кажется более реальным и реализуемым в нашей жизни? Ну, если бы была возможность перенаправить финансирование, которое сейчас следует за учеником, в пользу родителей, которые реально занимаются обучением ребенка, если школа не может этого обеспечить, то я думаю, это было бы просто справедливо и правильно. Мне пока не очень, не до конца понятен законодательный механизм, как это возможно достичь, но я думаю, что это та идея, за которую, наверное, имело бы смысл бороться и как-то ее продвигать, если мы в этом коронакризисе застрянем надолго. Потому что проблемы у родителей очень серьезные, и я хочу сказать, что образование у нас как бы бесплатное, но только в законе оно бесплатное, на самом деле родители платят за массу дополнительных опций, то есть все рисование – это деньги родителей, краски, гуаши, альбомы и так далее, какие-то дополнительные материалы для труда – это тоже все деньги родителей, экскурсии – это деньги родителей. На домоводство продуктов – деньги родителей. Деньги родителей, очень многие учебные пособия, которые не входят в обязательную программу – это деньги родителей, так что наша школа совершенно не бесплатная. Я уже молчу о поборах, я не знаю, какова практика в других школах, но в моем понимании вопроса – это какие-то бесконечные поборы родителей, которые должны сдавать бесконечно деньги на какие-то нужды. У нас были звонки телефонные, к сожалению, вот звонок отменился, и я приглашаю радиослушателей все-таки звонить в студию, делиться своим опытом и своими мнениями по данному вопросу, задавать вопросы, может быть, Елизавете Кривцовой, и, может быть, вырабатывать свои механизмы защиты прав детей и родителей в этой ситуации коронакризиса. Я, может быть, продолжила бы. Я согласна, что образование требует участия финансового родителя, а если мы на удаленном образовании, то гораздо больше. И вот та же инициатива вот этой школы удаленной Вадима Гиллиса, она бесплатная, но есть очень много платных сервисов. И в то время, когда государство не предоставляет нам необходимой вот этой помощи, то вполне можно было бы дать ваучеры, чтобы мы купили там, где нам кажется лучше. Тем более вот эти латвийские видеоуроки, они не снимаются на языках нацменьшинств. До того класса не было. У нас билингвальные уроки, они вполне легальны, как минимум до седьмого класса. Но ни в первый период, ни сейчас во второй период, когда объявлен конкурс, не записываются уроки с использованием русского языка. Да, давайте послушаем, что нам радиослушатель расскажет. Добрый день, говорите. Хочу вам выразить огромнейшую благодарность, что вы эту тему подняли. Вот было обсуждение на Болткоме, я хотела позвонить, сказать, что благодарю президента, но это сделала Елизавета Кривцова, а меня на Болткоме вот Родионов блокируют. Они не дают вот эту тему поднять, жесточайше больную для детей, для родителей. И вот просила я, чтобы бога ради позвали на Болтком Татьяну Жданок, она же спец. Мы вот были на родительском собрании, там Мирослава Митрофанова, мой земляк, и Елизавета Кривцова была, мы же перекинули словами. А потом за это дело открыли там на нескольких эти уголовные дела, там разбирательство, да? Это же позор. Вот может быть сейчас президент хотя бы немножко этих трусов, да? Русские трусы не отстаивают интерес своих детей, это же позор. Вот может сейчас объединяться. А Елизавета Кривцовой, она упорный борец за права детей, огромнейшее спасибо и нижайший поклон. И вам тоже самое огромное спасибо. Спасибо вам, спасибо вам за ваше мнение. Всего доброго, да, до свидания. Спасибо. Но я думаю вот сейчас вопрос, как этого достичь, вот это самый главный вопрос, да? То есть то, что я обрисовала, это в общем-то теоретические возможности, которые основываются на Конституции и законе об образовании. Но чтобы их реализовать, конечно, нужны изменения в законе. И здесь, да, единственный способ это вот объединение родителей. Подача какого-то коллективного иска. Да, коллективные иски, коллективные петиции, есть тоже какие-то уже существующие родительские организации. Вот сейчас вот я тоже помогала в создании такой родительской организации «Голос родителя», там, ВЦА Кубал СЛВ, да, где вот цель в том, да, нам нужны изменения в законе, но нас не слышат. Когда мы говорим, когда родители говорят, это, ну, нету, это не образование, это удаленка. Министерство говорит, да всё классно, сейчас ещё запишем, купим компьютеров, ещё купим, будет ещё счастливее. То есть нас вообще не слышат. И чтобы донести наше мнение родителей до вот всех этих уровней власти, конечно, необходимо совместное действие. Вот совместное действие родителей, я думаю, вот это вопрос регулирования, удалёнки вообще, какие у нас права при этом есть, это вот тот случай, когда нужно, да, нужно вступаться за свои права. После того, как закончился этот прошлый безумный учебный год, я звонила в управление образования Огорского нашего района, края, и интересовалась, как я могу отказаться от этого ужаса, значит, под названием удалённое обучение, и уйти на какую-то другую альтернативную форму образования. Мне сказали, что я могу уходить, что я не могу отказаться в принципе, я не могу уйти из этой школы, не конкретно из этой школы, а вообще не обучать своего ребёнка, потому что девятилетнее образование у нас обязательное. Да, и более того, если ты будешь его нарушать, этот закон, то родители будут принять меры. Да, социальные работники сразу будут стучаться в твою дверь и, не знаю, сажать тебя в тюрьму или что там. Вплоть до лишения родительских прав. Да, то есть я не могу не обучать ребёнка, я его должна обучать хотя бы до 9 лет. Если школа этого не может не обеспечить, и фактически я сама учила своего ребёнка, я была у него директором, администратором, консультантом, педагогом, IT-специалистом, то есть вот эти вот два месяца я совмещала кучу должностей совершенно бесплатно. Мне за это даже спасибо не сказали, ну это ладно, это такое. А как вам удалось с работой совмещать? Я сама, у меня удалённая работа, поэтому это было, ну теоретически это было возможно, но это был кошмар, потому что моя работа и так у меня дома. Ко мне домой переехало две школы, в которой учится ребёнок, общеобразовательная и музыкальная, и ко мне домой переехал ещё и мой вуз, в котором я тоже ещё учусь, потому что там тоже было удалённое образование, и это всё было ужасно. Ну так вот, я закончу про управление образованием. Я спросила, могу ли я перевести ребёнка на домашнее образование, указав причиной то, что школа не справляется со своими обязанностями. Мне сказали, что я не могу этого сделать, что единственный реальный вариант – это получить справку у семейного врача, где будет написано, что мой ребёнок болеет. Но если мой ребёнок не болеет, то значит у меня фактически есть только два выбора. Или я вру, я могу договориться с семейным врачом, и семейный врач и сделает такую справку. Или я вру, или я соглашаюсь со всем этим кошмаром. И вот это все опции. Я хочу сразу, может быть, прокомментировать как юрист. Вот то, что написано уже сейчас в законе, оно даже, ну, даже это не исполняется. Вот на случай, о котором Снежана рассказала, оно не исполняется. Потому что закон говорит, если вы хотите перейти на семейную форму обучения, вы это просто можете сделать, и всё. Вот там как-то там обязаться, что будут сотрудничать со школой, там ещё что-нибудь, и вы это можете сделать. Но это реально плохо работает. Вот эти права родителей, даже написанные в законе, не соблюдаются. Не говоря о том, что сколько прав там ещё не написано. И пока всё было хорошо с образованием, когда мы доверяли этой системе, во-первых, то, что она там хорошо работает, и что она какие-то шансы для будущего детям обеспечивает. Когда мы были в этом уверены, в общем-то, ну, можно было полагаться на школу, ну, они там разберутся. К сожалению, сейчас для многих родителей ситуация не такая. Наступил момент истины. Да. И вот я как юрист, я когда смотрю в этот закон об образовании, я вижу, он создан, он не создан для пользователя, для родителя, вот для той другой стороны. Он создан для чиновников, чтобы там правильно свои циркуляры посылать, в какую инстанцию, как что послать. То есть там нету прав, там это скорее такая техническая инструкция. Инструкция, да, и поэтому, вот действительно, сейчас наступило время родителям выступать за свои права, и я поддерживаю вот все инициативы, которые родители вот собираются кучками, что-то делают. Я вот всегда готова помочь. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Я вот вас слушаю сейчас, очень неплохо, но вот вы забыли, как выступил недавно Гусулиц. Он прекрасно сказал, прекратите делить людей на русских и латышей, мы все латвийцы. И как только мы научимся уважать друг друга, у нас все пойдет хорошо. Вот это самое главное, кончать русофобию и латышепобию, а просто быть латвийцем. Ну да, это, конечно, спасибо за ваше мнение, это такой общий призыв за все хорошее против всего плохого. Мы сейчас говорим о конкретике, да, то есть о механизмах, которые могли бы использовать родители или которые могли бы прописать законодатели в законе с тем, чтобы у родителей были права влиять на качество и количество получаемого их детьми образования, правильно, Елизавета? Да, 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 именно так. Я думаю, что проблемы, связанные с удаленным обучением, они очень похожи, да, в своей большей части для русских и для латышских родителей. Вот для, ну как бы, есть небольшая часть для русских родителей, там, которые связаны с языком, и, например, необеспеченности этих тех же, там, того класса. Да, но, тем не менее, база, фундаментальные проблемы действительно похожи, и вот я сейчас тоже с группой родителей, мы участвуем, например, в заседаниях парламентской комиссии по образованию в СЭИМе, где обсуждается, что удаленное обучение так хорошо себя показало, что теперь отныне оно должно быть частью очного образовательного процесса. Вот, и, ну как бы, сейчас это второе чтение, но, тем не менее, вот там с флагами министерство приходит, всё классно, продолжаем в том же духе. То есть там, вот чем дольше мы сидим на месте, тем больше, ну как бы, как бы… Инициатива с другой стороны. Да, 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 инициативы очень быстро двигаются, и там… Ну, то есть для того, чтобы, ну как бы, застолбить за собой поляну, министерство легализует фактически те вещи, которые оно ввело явочным порядком, да, с которыми поставило родителей как перифактам, да, и пытается всё это, так сказать, прописать так, чтобы уже и нельзя было дёрнуться, что, ну, ребята, закон такой, соблюдайте, если вы не соблюдаете закон, то против вас. То есть я как бы не против удалённого обучения как формы, но, учитывая её вот проработанность, методическую подготовленность, это может быть только выбор. Я считаю, что это должно быть согласовано с родителем. Если дома это невозможно, то должны быть представлены альтернативы, там, помещение представить или дать, там, вот те же какие-то ваучеры на покупку каких-то образовательных услуг, и родитель сам сложит учебный процесс, который возможен в таких условиях, да. То есть там есть решение, но родитель, он тоже участник процесса образования, его права должны соблюдаться. Вот, и здесь, да, к сожалению, работы очень-очень много, и да. Я хочу сказать, что если бы даже этого ковида не было, я думаю, его надо было бы выдумать, потому что я жила в таком каком-то состоянии иллюзии, какой-то эйфории, что на нашу школу, систему образования я могу полагаться. И когда случился этот коронакризис, стало настолько очевидно, что системы как таковой нет, что уровень подготовки учителей достаточно плачевен. Я не говорю о тех предметах, которые они преподают, но уровень их компьютерной грамотности почти нулевой, потому что они не... Ну, а их к этому не готовили. Их к этому не готовили, да. Им и так не дают денег, ну, в смысле, им не оплачивают подготовку к урокам, им практически сейчас не оплачивают проверку тетради и так далее. То есть они работают, можно сказать, с полуторной нагрузкой, получая одну зарплату, и, ну, как бы даже не поворачивается язык к ним какие-то упреки адресовать, что вы тут такие дремучие люди. При всём при этом их практически, по-моему, каждый месяц гоняют на какие-то курсы повышение чего-то непонятно чего, и, оказывается, это просто какая-то... Профанация. Профанация, отмывка денег, я не знаю, как это назвать. Там я говорила с одной учительницей, это обязательное мероприятие, они не могут не ходить туда, но там на уровне того, что вот пришли, то есть вот эти вот обучающие какие-то модули на уровне того, что приходят учителя с 30-40-летним стажем, и им какие-то там студентики начинают объяснять, как надо учить детей. Ну, то есть вот это такой уровень примерно. Я бы, может быть, с точки зрения системы это прокомментировала, что особенно вот с этим удалённым обучением очевидно, что учителя не справляются. У нас их, а, не хватает, б, мы им не доплачиваем, и, как сказать, ожидать от этой системы хорошего результата положиться на неё нельзя. Нельзя. То есть как бы даже слишком многие проблемы даже не признаются министерством, там что-то там статистика, что-то там поиграли туда-сюда, вот все счастливы. И учителей хватает, надо только школы там позакрывать немножко, и компьютерные грамотности. Учителя работают на четверть ставки, куда же это годится. Да-да-да. Срочно всех из Ляудоны перевести в Ригу. А если бы ещё и детей не было в школе, было бы вообще прекрасно. То есть с точки зрения системы разговаривать с ней, ну, как бы, пока что бесполезно. Она нас не слышит, да? У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. С этой реформой мы никуда не денемся, она уже начала внедряться. Слышите меня? Да, слышим, слышим, говорите. Да, и мы никуда не уйдём, приспособимся, перемелиться, перетрётся, и всё будет ничего. Так же, как и с этими проверками, да, экзаменами, тестами. Я думаю, что важнее для нас, и для русскоязычных, и русских, чтобы наши дети могли, если хотят учиться на родном языке, вот это самое главное, нужно добиваться и стараться. Ну, то есть, спасибо вам за ваше мнение, это, как бы, опять-таки, призыв к тому, чтобы родители могли объединиться. Но, конечно, в школах существуют родительские комитеты, и до сих пор, вот насколько я, мой опыт с моими тремя детьми говорит о том, что эти родительские комитеты существуют для того, чтобы там собирать деньги с родителей, делать детям подарки, организовывать какие-то экскурсии, мероприятия и так далее, и так далее. Вот, в принципе, участие этих организаций общественных, как будто бы не формализованных, но всё-таки общественных в самом образовательном процессе, в выборе учебных пособий, программ и так далее, оно до сих пор было минимально. И, может быть, потому, что как раз родители полагались на то, что, ну, уже о большой ему видней, и школа всё-таки, ну, они помнят по своему опыту, что школа – это всё-таки система, такой большой корабль, который, ну, двигается своим курсом. И, взойдя на его палубу, ты можешь быть уверен, что в конце путешествия ты сойдёшь на твёрдый берег и будешь, так сказать, вооружён знаниями, навыками, умениями, которые ты должен был получить в этом путешествии. Но сейчас получается, что не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть люди увидели вдруг, с них спала вот эта пелена с глаз, они увидели этот ужас и эту катастрофу, которая на самом деле, корабль как бы со всех сторон подожжён, горит, и команды уже практически не хватает. Там, там, команда пожилые, учителя, там, более 50% – это 50+, если не больше. Вот, и заменить их некем. Программа «Миссия выполнима», которую всячески продвигал наш глава нынешней комиссии по образованию Аша Раденс говорил, что вот сейчас придут молодые специалисты в школу, мы их быстренько обучим, поднатаскаем, и они тут заменят учителей. Она фактически провалилась. Разве? Ну, вроде она потихоньку идёт. Ну, она идёт, ну, вот я почитала… Она не спасёт ситуацию? Нет, я почитала просто этот сайт, который существует для этих людей, и я вижу, что это профанация. То есть людей на неделю собрали, на две недели собрали перед учебным годом, поднатаскали чему-то. Значит, у них идёт модуль обучения, и параллельно они уже идут в школу работать. Ну, слушайте, человек без педагогического образования просто не может этого делать. Вы знаете, я думаю, здесь делается как бы ставка на супермотивацию, да, и это означает, что, я думаю, как бы при большой мотивации действительно можно освоить, но это не будет никогда массовым. То есть учителя, которые сегодня работают, они работают, потому что у них ощущение, что это моя миссия зачастую. И сейчас находят как бы новых таких людей, но массово много таких людей не будет никогда. Поэтому я положительно отношусь к этой возможной миссии, но я понимаю, что это только капля в море, по сути. Да, я могу, я хотела бы вот очень-очень согласиться с господином Гиллисом по поводу того, что это всё ужасно, вся эта система образования. И объясню, почему. Всё-таки враги. Да, да, однозначно, потому что я вдруг, я вспомнила, что мой дед родился в 1917 году, и в школу он пошёл ещё в ульмановсовские времена. Он закончил три или четыре класса церковно-приходской школы. При этом он владел тремя языками, русским, латышским и немецким. И моей маме, которая училась уже в послевоенное время в школе, он помогал с математикой, физикой, химией и языками. То есть вот четыре года или три в церковно-приходской школе почему-то давали больше знаний, чем даёт школа нынешняя. Я уже это говорила несколько раз и где-то приводила в Фейсбуке тоже о том, что я по нынешним меркам закончила маленькую, даже не краевую, а волосную школку при военном городке, где всё время менялись учителя. И состав класса у нас менялся почти каждый год. Но образование в этой школе позволило мне с первого раза поступить в государственный вуз в Санкт-Петербурге без взяток, без лап, блатов и так далее, благодаря своим знаниям. Сейчас дети сидят в школе по 12 лет, от 9 до 12 лет. Потом они ещё учатся в институтах. Они около 20 лет учатся чему-то. А выход, я даже не знаю, есть ли он. У нас есть маленький, давайте ещё один звонок послушаем уже напоследок. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, говорите. Добрый. Скажите, пожалуйста, такой вопрос насчёт экзамена в 9-12 классах. Вообще у родителей есть такой шанс начать инициативу подписи, чтобы отменить экзамены? Потому что, ну мы только что сейчас говорили целый час о том, что уровень никакой, и у детей просто шок. Потому что на каждом предмете учителя говорят, вы не справитесь, вы не сдадите, у вас нету знаний. Прошлый год, полгода, просто это пробел в программе у детей. И плюс ещё этот год. Это катастрофа. Давайте будем что-то делать. Давайте будем собирать год. Спасибо за ваш вопрос, Лиза. Можно отказаться? Ну, опять-таки, к сочке зрения системы, от 9 класса спокойно можно отказаться, от этого ничего не зависит, можно просто поставить оценки. 12 класс – это основа для поступления в ВУЗ, да, то есть оно вроде бы и в интересах детей. Поэтому здесь есть два варианта. Первый, что реально государство идёт, оно снижает требования. Понимая, что я не очень-то научила, а в этом году я чуть-чуть легче делаю экзамен. Но это тоже, как сказать, знаете, как катастрофа. А выжитая потом, как он будет учиться без знаний. Другая возможность – это вот возможности, вот эти все, ну, должны быть обеспечены возможности пересдавать эти экзамены, потому что, ну, действительно, там и в латвийский ВУЗ. Если латвийские ВУЗы могут сказать, окей, будем принимать без экзаменов, а если ты хочешь в ВУЗ с другой стороны, а там не поменялись правила. То есть я думаю, что можно говорить о праве не сдавать этого экзамена, ну, скорее, 12 класс, но важнее обеспечить разные способы сдачи этого экзамена, чтобы, если плохая оценка, чтобы она могла быть там исправлена, например, учитывая, ну, вот, то, что не додали в этом году, образование не додали. Спасибо большое. У нас продолжаются звонки в студию, к сожалению, время программы подходит к концу. Наверное, резюмируя сказанное, мы можем сказать, что все-таки родителям настала пора объединяться и защищать свои права. Вот у нас есть Елизавета Кривцова, она открыта, значит, можно обращаться, ей писать на Фейсбуке, записываться в число ее друзей. Это человек, который уже несколько лет, если не десятилетие, уже защищает права наших детей на образование, поэтому юридическая помощь с ее стороны и советы какие-то тоже могут быть, поэтому призываю родителей объединяться. А сегодня у нас в студии была правозащитник-юрист Елизавета Кривцова и журналист, мама девочки, которая сидит с нами в студии, ее зовут Агата, Снежана Бартуль, которая взялась обучать своего ребенка и увидела катастрофу, в которой образовательная система Латвии очутилась. И, к сожалению, этот горький вывод должны сегодня сделать и многие другие родители. С вами была программа «Подоплека», ее провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго, до следующей встречи.